Музыка Всем привет, с вами сегодня снова я Виктория Крокут Сегодня я снимаю интересное видео, которое называется канцелярия топ-флоп Вы видите перед собой шоппер с медвежонком Он полон разных канцелярий В нем 6 классных предметов и 6 не очень хороших То есть та канцелярия, которую я вам не рекомендую Вы не знаете, что внутри, вы можете только догадываться, что из этого супер А что из этого не очень и вообще не стоит покупать Оставайтесь со мной, приятного просмотра и давайте начинать Буду доставать по одному предмету Чтобы в начале видео не негативить, не портить никому настроение Я решила начать с классной канцелярии Журналы с наклейками внутри и эстетичные картинки для ваших блокнотов, личных дневников или ежедневников Их я обычно заказываю на Алиэкспресс И цена такого вот мини-блокнотика с красивыми картинками от 70 рублей до 90 То есть каждый может себе такое позволить Ссылки на них будут внизу в описании Хотя я уже не раз оставляла, но все равно продолжают мне каждое видео поступать такие вопросы Давайте сначала покажу вот такие, они более взрослые Закатые и рассветые На самоклеящейся бумаге выдираете отсюда листочек и снимаете заднюю пленочку, можно наклеить Кто смотрит мои видео про личные дневники, наверное, знаете, как красиво ими все можно оформить И вторые у меня в розово-фиолетовом стиле Как раз идеально для весны Уже, наверное, с марта начну их часто использовать Ничего зимнего тут нет Этим я пользуюсь сейчас Всякие сладости, цветочки в корейском стиле Это уже просто на бумажной основе, их нужно клеить на клей И четвертый, это на рисовой бумаге Сделано по типу ботанических иллюстраций Как такие викторианские книги Тут и фрукты, и цветочки разные К этому же разделу я решила вам показать журналы Буквально несколько видео назад, где я собирала свой рюкзак в университет Я вам показывала, как я оформляла сама обложку для своей тетрадки Вот такими красивыми наклейками И меня спрашивали, где я покупала этот журнал Он состоящий на репал, но, насколько я знаю, они есть на Алиэкспресс Внутри есть разные картинки, как из Пинтереста Просто вырезаете, снимаете заднюю пленку и можете приклеить Они уже сразу выполнены в одном стиле, в одном дизайне Или вот такие журналы Мой журнал с собачками, с кошечками, но еще такие есть С разными иллюстрациями, с цветами Мне нравится, что наклейки разнообразные Есть и на прозрачной основе, и на вот такой вот белой В общем, это однозначно топ, всем советую и пользуюсь этим каждый день Эти ручки-лапки из магазина ЗАК оказались для меня разочарованием Они очень милые и классно выглядят Если просто положить их в пенал или сделать с ними какую-то фотографию, снять видео Они стоят почти 300 с чем-то рублей И уже сразу, например, в серебряной вот этой бежевой ручке Был очернил всего лишь наполовину И я это никак не могла проверить в магазине Так как я это заказывала в интернет-магазине Эти ручки постоянно заедают Конечно, может быть, мы платим за дизайн, но в нем тоже нет ничего особенного Это просто такая пластиковая лапка И внутри гелевая ручка типа сделана как неоновая Сейчас я вам покажу их на бумаге Одну букву написали, и она заедает То же самое с зеленой У бежевой вообще вот такая была проблема Это не то, что флоп Это просто полнейшее разочарование При том, что в магазине Зака мне нравятся 90% товаров И желтый не пишет И вот этот вот синий какой-то, не знаю, синий-зеленый Я даже эти ручки не приносила из своей старой комнаты Сегодня я их принесла именно для того, чтобы показать вам И опять-таки в каком-то из следующих видео мы, скорее всего, будем их выбрасывать Я сниму отдельное видео, как пойду на мусорку и выкину их Но они такие милые, мне так нравятся вот эти колпачки, лапки, котики Но я должна вас предупредить, понимаю, что кто-то захочет такой милый наборчик подарить Но, к сожалению, как ручки, они очень слабые Абсолютный фаворит, это карандаши Кахинор Тритон Сначала хотелось бы сказать про хранение этих карандашей Они идут сразу в удобном жестяном пенале, который можно использовать потом много-много лет Даже когда эти карандаши у вас закончатся В одном карандаше три цвета И я уже видела, что они начали продаваться и на Озоне, и в детском мире Приемлемой цене даже было 25 цветов У меня всего, к сожалению, 12 В раскрасках они смотрятся очень классно Даже не приходится делать никакие переходы, потому что в карандаше уже все есть Вы просто раскрашиваете, наслаждаетесь, и у вас уже в траве есть три цвета Желтый такой, светло-зеленый, темно-зеленый Тут интересный эффект, какие-то тени Или вот тот же самый коричневый Вы если раскрасите землю просто коричневым, это будет скучно А если вот таким вот тройным, то это уже намного круче Так, о которой я говорила Вот тот же самый коричневый, он идет с оранжевым И потом так поверх закрашивается Они такие яркие и не ломаются И точить их удобно Я, конечно, очень довольна, что я их купила Я их покупала во время путешествия Ну, как я уже сказала, сейчас они у нас продаются Такой зеленый интересный, может быть, я чуть попозже Когда они у меня немножко больше закончатся До половины хотя бы, куплю себе большой набор У каждого, кстати, цвета есть название Флоп-канцелярия Это клей из АКа Любой Вот этот я покупала в магазине Этот буквально недавно забрала из интернет-магазина заказ И ни тот, ни другой нормально не клеят То есть они какие-то уже приходят засохшие Я бы их рекомендовала только, знаете, в качестве украшения на стол Выглядят они очень, конечно, миленько Нигде я подобного не видела Хотя можно на свой клей какой-нибудь Эрик Краус Просто надеть эту насадку И у вас будет примерно точно так же это выглядеть Второй мне тоже покорил своей милотой В таком клубнично-розовом стиле Идеально для весны Но оказалось, что... Ой, он тоже ничего не клеит Он уже прям вообще сухой Это неприятно 85 рублей За эти деньги можно купить хороший действительно клей Который будет клеить Топ-канцелярия Стикер-буки от Умки на берлоге Я знаю, что у них есть какие-то еще весенние Но я не покупала летние Для разных жизненных ситуаций У меня есть только хюги Уютные и зимние Можно заказать их на Валберес Мне так нравится разнообразие С которым они выполнены При этом на одном листе Все наклейки подходят друг к другу по стилю Если вы хотите оформить что-то в одном стиле Например, целую неделю в ежедневнике То вы просто берете все отсюда И у вас уже будет единый стиль Флоп-канцелярия Насадки на карандаше от Station Repal Их вообще разобрали на сайте Там еще были классные напитки-коктейли Мне достались только баночки-коробочки с попкорном Это карамельные, типа соленые и клубничные Я так обрадовалась, когда их получила Но оказалось, что они почему-то не подходят Под размер моих карандашей Здесь предполагается, что вы просто вставляете свой карандаш Не выглядит таким скучным Но у меня вот стандартный обычный карандаш И постоянно эта штука с него слетает Он по размеру не подходит Здесь пространство для более толстого карандаша Но при этом, когда я беру более толстый карандаш Он уже сюда не влазит Так что эта вещь меня расстроила Она просто в качестве декора у меня лежит Пользоваться этим невозможно Только я начинаю писать, что это карандашом Эти украшения слетают Вот еще один у меня есть карандаш Он тут с ластиком На нем нормально смотрится Но уже, смотрите, слишком большое И ластик все-таки нужен Для тех, кто хочет красиво оформлять свои ежедневники Блокноты, личные дневники В общем, все, что вы ведете Но у вас не так уж и много денег, например, на оформление Но вы хотите скотчи Я вам сразу скажу, что покупать идеально по одному скотчу Даже на Алиэкспресс Это намного дороже, чем если вы купите себе один набор 200 рублей И тут, посмотрите, сколько скотчей Один широкий Четыре таких стандартных И два еще узких Они создаются в одном стиле И, скорее всего, ваш блокнот, который вы будете украшать этими скотчами Не будет слишком оляпистым и пестрым Везде будет соблюдаться одна и та же эстетика Я вот нашла некоторые наборы, которые у меня есть Посмотрите, как здесь грамотно уже все составлено Составлены цвета Набор скотчей я разыгрывала в одном из своих конкурсов Это в основном тонкие скотчи, которые называются звездопад Тут все в таком голубом, золотом стиле с розовым Выберите такой набор, который вам больше всего нравится Можно, конечно, было бы взять вот что-то такое новогоднее, рождественское Но это сезонный цвет Так что, может быть, не сильно практично Если у вас всего лишь один набор Лучше выбрать вот что-то такое В клеточку, без какого-либо сильного декора Типа фруктов или санта-клаусов Вот такие вы можете использовать круглый год Салютно в любом состоянии для любого дня Это сакура Весенний скоро начну использовать И также есть такие однотонные У меня есть в зеленом цвете Еще, по-моему, в бежевом Ну, зеленый он тоже стандартный Особенно на лето Они уже бумажные, но, тем не менее, очень хорошо клеются Если бы я была новичком и начала собирать коллекцию канцелярий То это то, с чего бы я начала Меня очень разочаровали блестящие текстовыделители Которые я заказывала на Алиэкспресс Они внутри с жидкостью И в видео про выкидывок канцелярия я вам показывала Я выкинула три цвета, которые вообще не писали Фиолетовый и оранжевый все-таки кое-как пишут Но, тем не менее, я очень пожалела Сейчас я вам покажу, что мне не нравится Прежде чем ими начать пользоваться Нужно сначала сделать так очень долго Посмотрите, они вообще все сухие То есть вам нужно вот так вот Где-то на сторонней бумажке Сначала их расписать Сразу они уже не пишут Даже мне нечего вам сказать Еще от них постоянно на столе вот такие вот точки То есть это прям пачкает стол Только испортится стол Такими маркерами Вот еще есть оранжевый Дурацкие Что еще про них сказать? Не рекомендую Фирма неизвестно какая Просто какая-то китайская Но называются они Starry Sky Типа звездное небо Задумка интересная Исполнение отрутительное Прекраснейшая топ-канцелярия Текстовыделители от Stabila А именно пастельные оттенки Я вот долго думала Почему же я именно их люблю Ведь сейчас так много уже Аналогов существует И те же самые Текстовыделители Fixed Price Которые тоже очень хорошего качества Наверное, потому что Stabila сделали это первыми Первыми создали такие пастельные оттенки Или это были мэтлайнеры Но мэтлайнеры Они мне не очень нравятся За счет того, что они прям совсем тонкие Эти потолще Они поустойчивее в руке Но самый главный их плюс Это, конечно, их долговечность Вот этот фиолетовый текстовыделитель Я покупала в 2015 году Посчитайте Они уже более 7 лет у меня И они все такие же яркие Все так же классно выделяют текст Набор текстовыделителей Допустим, вот за вот эти необычные цвета 580 рублей И при этом вы можете пользоваться ими очень долго Здесь не прокатит А отмазка, что у меня много канцелярий Наверное, она у меня просто лежит Конкретно этими текстовыделителями Я пользуюсь ежедневно Мои любимые цвета Это вот этот зеленый Очень часто пользуюсь Конечно же, желтенький И, скорее всего, лавандовый Это вот такие три цвета Самые у меня часто используемые И почти не пользуются оранжевым Он у меня просто для коллекции Несмотря на то, что они довольно громоздкие Они не тяжелые Их удобно носить с собой И такой нежный цвет И давайте вот этот оранжевый покажу Который я почти не использую Просто разницу Но он такой персиковый Ну и мой любимый Который я на данный момент использую в ежедневнике У меня мятный стиль в этом месяце Я знаю, что продают еще наборы в специальных подставках Но так как я все покупала почти поштучно Я не хочу второй раз их снова покупать Не подумайте, я не против магазинов Ихспрайса того, что там продают И там есть очень классные блокноты Но конкретно вот этот вот блокнот Плох тем, что у него сквиши на обложке Все блокноты со сквиши, к сожалению Это полный флоп Сейчас объясню, почему Кто смотрел мое видео про разочарование в канцелярии Вы, наверное, помните, что я сказала Успокаивать нервы, можно потыкать Но когда вы пишете, особенно вот с этой стороны Это просто невозможно Блокнот ходит просто ходуном И он неустойчивый Эта мороженка очень сильно мешает И если бы я действительно вела его как свой личный дневник Мне кажется, рано или поздно я бы эту мороженку просто оторвала Как украшение для рабочего стола Поставить куда-нибудь обложкой вперед Или на стеллаж И цвет такой лимонный Вообще нестандартный, необычный Закладочка еще шла за такую цену Ну просто вам говорю, что для дела это непрактично Фломастеры с очень-очень тонким наконечником Что они даже уже как ручки От фирмы Peppermate Я вам вставлю фотографию их упаковки Просто я ее выкинула Она очень неудобная И храню их просто в органайзерах Покупала для раскрасок Но, как оказалось, для раскрасок они не подходят Слишком-слишком тонкие Только для письма Я покупала себе в кэнди цветах Они не то чтобы пастельные Но очень спокойные и нежные Часто я пользуюсь розовым, наверное, чаще всего И вот таким малиновым Иногда беру лавандовый Медиум Но у них очень-очень тонкий кончик Особенно удобно какие-то записи писать В личном дневнике На бумаге у вас ничего не будет просвечивать Но посмотрите, как удобно ими все подчеркнуть И даже если я что-то захочу написать Это тоже выглядит очень аккуратно Цвета приятные Соответствуют цвету корпуса Еще вот этот цвет мне нравится Оливковый Он совсем необычный Такого тоже не найти Смотрите, я или вот так что-то подчеркиваю В ежедневнике Делаю контур для наклеек Скетчбук из Читай-города оказался полным флопом Заплатила я за него 300 рублей Не знаю, какая это фирма К сожалению, из плюсов мы имеем только красивую обложку Которая летом очень красиво смотрелась В качестве декора на моей доске Сходя с подвесной над столом Но бумага тут вообще не предназначена Ни для каких рисунков То есть скетчбук что предполагает? Что в нем можно рисовать Не то чтобы маркерами даже А простым карандашом Если вы будете тут рисовать Он настолько тонкий Не указана была плотность бумаг Я думаю, что здесь где-то 50, наверное, грамм плотности Или даже 40 Есть только один выход Это вместе два листка склеить И на таком рисовать У меня были скетчбуки недорогие В том числе из обычных книжных магазинов За 100 рублей Они были даже намного более плотными Я там могла рисовать хотя бы цветными карандашами Этот просто остается в качестве декора И я вообще не советую покупать скетчбуки В которых не указана плотность Для тех же самых маркеров Нужна специальная бумага И там должно быть 70 грамм плотности бумага А если вы рисуете карандашами То тоже желательно там 100 где-то Про акварели говорить нечего Эта бумага не подходит для воды Для воды нужно будет грамм, наверное, 200 Чтобы плотность была Даже детям бы я такое не советовала маленьким На другой стороне все будет просвечивать В позитивной ноте это мой топ Штампики с медвежонком Которые я покупала на Алиэкспресс Их тут целых 12 штук Куда-нибудь в уголке странички поставить Такого вот медвежонка интересного Пользуюсь каждый день тоже Особенно мои самые любимые Где медвежонок едет на велосипеде Где он лежит И такой с цветочком Это, например, я ни разу не использовала Это деревянные штампики Дополнительно к ним лучше всего приобрести Любую чернильную подушечку Какого цвета вам нравится Или просто раскрасить фломастером Но чернильная подушечка лучше, потому что вы сможете Если что, это стереть Вот так классно получается Плюс в том, что это у вас никогда не закончится Вот эти деревянные штампики Уже навсегда, так скажем Тоже хорошие инвестиции в будущее Купил один раз, пользуешься всю жизнь Штампиками есть отдельная даже полка В комоде Здесь разные-разные За 1000 рублей, которые я покупала Но вот эти стоили 200 С медвежонком есть еще в виде месяцев Суккуленки новогодние Называется полка штампы Но этот набор оказался моим самым любимым Так как большие штампы Это все-таки непрактично Это было все Пишите в комментариях Понравилось ли вам мое видео Было ли интересно такое посмотреть С вами была Виктория Крокус Подписывайтесь на канал Всем пока!